Петр, я Заря-1, зажигание! Компания, передлично, продолжаем полет! Утром 13 апреля 1961 года в Куйбышеве была не по весеннему зябка. 13 апреля приходилось на вторник, и на Куйбышевских улицах в этот день было совсем немного людей. И никому из них, конечно, не пришло и в голову, что сейчас они были совсем рядом с тем местом, где находился человек, о котором уже знала вся планета. Вот оно, совершилось это чудо. Мать идет, посторонись, народ. Сын вернулся, да еще откуда, из самих космических широт. За год до полета Гагарина в ОКБ-1 был разработан эскизный проект корабля-спутника, который войдет в историю под названием «Восток». Корабль состоял из приборного отсека и спускаемого аппарата весом более двух тонн. После полета по орбите этот аппарат должен был вернуться на Землю вместе с космонавтом и находящимся в нем оборудованием. 15 мая 1960 года был осуществлен запуск первого корабля-спутника, который был изготовлен в упрощенном варианте и весил 4540 килограммов. Но на четвертый день полета, 19 мая, произошел сбой системы ориентации, что сделало невозможным выход корабля с орбиты. 28 июля того же года был осуществлен запуск полностью оборудованного второго корабля-спутника с собаками-чайкой и лисичкой на борту. Однако вследствие аварии ракеты-носителя на этот раз корабль не достиг орбиты и собаки погибли. Время шло, а испытания космических кораблей все еще не давали уверенности в том, что полет человека в космос может состояться и завершиться успешно. Но время торопило. И уже 19 августа состоялся старт третьего корабля-спутника с собаками-белкой и стрелкой на борту. А на следующий день, 20-го, собаки благополучно вернулись на землю. Впереди были и другие испытания. Успешные и нет. И вот в конце марта 1961 года состоялось заседание Государственной комиссии, на котором был заслушан доклад Сергея Павловича Королева о готовности к первому космическому полету человека. А также была назначена историческая дата этого полета. Этой датой стала 12 апреля. 12 апреля первый космонавт планеты Юрий Гагарин скажет свое историческое «Поехали». О чем он думал в это время? Что вспоминал? Может быть, вспоминал о том, как в октябре 1941-го деревню, где жили Гагарины, захватил немец и до апреля 1943-го стоял в ней. Из дома тогда всех выгнали, бездомные перебрались в землянку. Но и это еще не все. Однажды немец повесил на шарфе для смеха его братишку Борьку. А когда ушел за фотоаппаратом, мать сняла его и чуть успела привести в себя, он уже весь псинел. Может быть, вспоминал о том, как остались после немцев на погорелье. Хлеба не куска, а надо жить, пахать землю, сеять. Пахали на коровах. Шагнет такая корова два шага. Взбракнет, вскинется, хлоп на землю и лежит. Поди-ка, подыми ее. Но поднимали и пахали снова. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток» весом 4725 килограммов. Руководили полетом первого пилотируемого космического корабля Сергей Павлович Королев, Анатолий Семенович Кириллов и Леонид Александрович Воскресенский. Полет первого космического корабля с человеком на борту продолжался чуть меньше двух часов 108 минут. И уже в 9 часов 55 минут спускаемый аппарат приземлился возле деревни Семеловка Терновского района Саратовской области. Успешный полет первого космонавта, которым был старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин, доказал, что человек может осваивать космическое пространство. Далекие звезды, о которых до сих пор человек только мечтал, стали, наконец, чуточку ближе к нему. Пройдет еще всего несколько часов и в Москву одна за другой полетят приветственные телеграммы со всех концов земного шара. Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания и многие другие страны по ту и по эту сторону океана откликнутся на эту новую победу человеческого разума. Лаптная Россия, как еще вчера писали о ней западные газеты, погрязшая в социальных проблемах и товарном дефиците, в одну минуту превратится в страну, которая сумела преодолеть земное тяготение. А для нашего города первый полет человека в космос станет результатом усилий и многолетней работы тех людей, которые делали мечту о космосе реальностью. Однажды его, Гагарина, спросили, а как же ты, Юрий Алексеевич, стал летчиком? Он задумался. Да вот так и стал. Поднялся первый раз в небо и понял, что не могу не летать. Лето стояло сухое, пыльное, губы обветрили, а я лечу на кукурузнике, над саратовскими полями и пою. Помню даже песню, которую пел тогда. По весне в вышине занимаются ранние звезды. Я иду в тишине на знакомый мой перекресток. Старый дом за углом, не могу на него наглядеться. Помнит он о былом, о далеком курносом детстве. Вот так и стал я тогда летчиком. Меж тем, из города Энгельса в Саратовской области Гагарин вылетел в Куйбышев. На аэродром от завода номер один он прибыл уже поздно вечером, через девять часов после возвращения из космоса. Практически вместе с ним на аэродром прибыли члены Госкомиссии, дублер первого космонавта Герман Титов и еще один член отряда космонавтов Андриан Николаев. На аэродроме к моменту прилета Гагарина собралось очень много народа. В основном из числа рабочих заводов номер один и восемнадцать. Здесь же были все руководители Куйбышевской области и командование Приволжского военного округа. Однако встреча была очень короткой. Никого из встречавших к первому космонавту не подпустили. И после его короткого доклада по председателю Госкомиссии Гагарина посадили в ожидавшую его машину и отвезли на дачу, где он должен был провести первую ночь после полета. Дорога на дачу на первой просеке шла через всю Безымянку и не только Безымянку. И вот по этой дороге вечером 12 апреля 1961 года двигалась вереница легковых машин в сопровождении автомобилей ГАИ. И в одной из этих машин сейчас сидел человек, который первым увидел Землю из космоса. Это потом, завтра в его жизни все будет по-другому. Будет заседание Госкомиссии и его доклад о полете и о своих впечатлениях. Будут вопросы и ответы на них, и первые автографы на фотографиях, на газетах от 13 апреля и просто на чистых листках. Это потом он узнает о том, что в этот день приказом министра обороны ему было присвоено внеочередное звание майора. И о том, что всю ночь лучшие портные Куйбышевского гарнизонного ателье будут шить ему парадную форму. Ту самую, в которой он ступит совсем скоро на красную дорожку в аэропорту Внуково на Красной площади. Но все это будет потом, чуть позже. А пока он ехал по вечернему Куйбышеву, по проспекту Кирова и по Куйбышевской улице Новосадовой. И думал о том, что с завтрашнего дня вся его жизнь будет поделена теперь на до и после сегодняшнего полета. Да, отныне жизнь будет поделена на до и после. Хотя и до тоже было много разного и много такого, что не очень уступало сегодняшним космическим волнениям. Как не уступала им и та послевоенная жизнь с работой в колхозе. После войны стало чуть полегче. Колхоз помог купить телку, которую назвали Буянкой. Тощей была эта Буянка такая, что в чем только душа ее держалась. Но мать ее выходила, откормила. И на Буянкином молоке вся семья стала на ноги чуть покрепче. Утро 13 апреля 1961 года было особым и в истории Земли, и в истории Куйбышева. Потому что это было утро после первого полета человека в космос. А свою первую ночь после полета этот человек провел здесь, в Куйбышеве. Правда, знали об этом только очень немногие. Официально же в газетах сообщалось, что свою первую ночь после возвращения на Землю Гагарин провел в городе на Волге, названия которого в этих газетах не было. В течение двух с половиной часов, утром 13 апреля, с половины десятого, примерно до двенадцати, Гагарин сообщал Госкомиссии о своем полете. После этого ответил на вопросы корреспондентов пяти центральных газет, имеющих разрешение от ЦК КПСС. Да, завтра, 14 апреля, Ил-18 с Гагарином на борту в сопровождении семи истребителей военно-воздушных сил вылетят из Куйбышева в Москву. Там первого космонавта планеты будут встречать руководителя государства и жители столицы, которые будут жать ему руки и поздравлять с этой победой, его победой и победой всех тех людей, без которых этот полет был бы невозможен. Но это будет завтра, пока Гагарин стоял на Волжском берегу в Куйбышве и смотрел на правый берег нашей Волги, а не в космическую темноту. И с такой вот материнской силой радость всенародную отделя обнимает сына. Вся Россия рукоплещет сыну, вся земля. С вами был Михаил Перепелкин. Петр, я в Заря-1. Зажигание! Петр, я в Заря-1. Зажигание!